Поговорка «построить храм все равно, что сироту приютить» на Руси была неким моральным компасом и принималась как руководство к действию. Несмотря на давность времен, славные традиции христианства не забываются и по сей день. Подтверждение этому – прекрасный храм-часовня, освященный недавно епископом Аристархом в городе Березовске. Освящается храм сей окроплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Очень душу радует, что развиваются, продолжаются развиваться культуры. Приобщаются с раннего детства дети к вере, к храму. В нашем городе это уже не первая часовня. Я считаю, что это очень нужно. И душу радует. Вообще все мы делаем с Божьей помощью. Потому что если бы мы не верили в Бога, было бы, наверное, грубость, беспредел, наверное, все бы это процветало. А те люди, которые веруют в Бога, в них и доброта, и улыбки, и хорошее настроение, и детей так воспитывают. Часовня возведена в современном коттеджном поселке Черемушки, где проживают около 70 шахтерских семей. Именно поэтому храм решили назвать в честь святой великомученицы Варвары – небесной покровительницы горняков. Мы знаем отношения нашего губернатора к религии, как строится в Кузбассе храм и часовня. И когда была его просьба, мы, конечно, откликнулись и решили, что здесь должна быть часовня, где шахтеры живут, приходят, отправляются на работу, могут всегда зайти, помолиться, поставить свечу. Я думаю, что это будет очень удобно. Часовня на месте, ко времени, и она нам нужна. У меня даже слезы накатываются, как я переполняю чувства. Нужна. Олеся Карташова с мужем и дочкой живут в поселке всего два месяца. Новый двухэтажный дом с приусадебным участком получили в ипотеку от шахты, на которой трудится муж Олеси. Когда узнали, что получат такое жилье, были на седьмом небе от счастья. А когда увидели, как прямо перед окном возводят церковь, поняли – знак свыше. Я очень обрадовалась, потому что меня мама учила быть ближе к Богу. Потому что жизнь трудная, сложная, долгая, и поэтому надо верить, веровать в Бога. Потому что близких бывает то есть, то нет. А когда ты веруешь в Бога, тогда ты идешь по этой жизни с радостью, с оптимизмом идешь. У меня в жизни, у моего мужа всегда происходит все, что не делается, все к лучшему. Бог нас ведет. Поэтому я и ребенка воспитываю. Сразу же после того, как родилась, на 40-й день мы ее покрестили. Мы дом осветили уже. То есть к нам приходил батюшка и осветил нам дом. Вот поэтому, конечно, мы будем ходить с радостью. Сегодня такой святой день, поэтому я удержать этих слез не могу. Я так счастлива, я так рада, что они живут в таком доме. Это с Божьей помощью обязательно все это произошло. Что вот у нас здесь такая церковь открылась, часовня такая. Мы будем каждый день туда бегать. Потому что сердце, ну, без веры никак. Маленькая Лиза о Боге пока знает только по рассказам мамы. Пройдет время, и храм напротив, как теперь его именуют в семье Карташовых, возможно, станет для нее местом встречи с самим Богом.